Приветствую всех! Вы на канале Аки Тойз. Сегодня мы с вами откроем одну палетку яиц из Азбуки Вкуса. Азбука Вкус это такая сеть магазинов, она есть только в Москве и в Санкт-Петербурге. В других городах ее нет. Поэтому можно сказать такой эксклюзив, потому что эти яйца сделаны исключительно для этого магазина, для этой продуктовой сети. У них были, если вы помните, мы открывали с вами дракончиков, первая их коллекция была. А потом были продукты, но я их не стала брать, мне они не особо понравились. И вот у нас вышла сейчас такая вот серия, называется, сейчас, может быть, какую-то упаковку получше найду, Эндемики России, 9 штук, 9 уникальных игрушек в коллекции. Здесь у нас изображена такая вот козарка, если не ошибаюсь, это вроде у нас. И давайте смотреть. Сегодня я с весами будем взвешивать каждую игрушку, каждое яйцо, точнее, и посмотреть, какие игрушки нам попадаются. Так, ну и начнем с первого яйца. Так, 31 и 8. Давайте смотреть. Здесь нам попадается, это вроде бы стерх. Так вот он выглядит. Так, посмотрим с вами вкладыш. Кто смотрел мое прошлое видео, там я выкладывала, мне как раз стерх и попался. То есть повторочка у нас первая. Так, потому что одно яйцо я уже открыла. Даже не одно, а три за кадром. Поэтому, потому что-то не попадется, из них я вам покажу сегодня. Такая вот у нас серия. Про каждое животное есть небольшая информация. Так, ну и давайте дальше смотреть, что нам будет попадаться еще сегодня. Надеюсь, мы хотя бы половину серии соберем. Так, следующее яйцо. 35,7. Фольгу я себе уже сохранила, поэтому, думаю, можно эти немножко и покромсать. Ой-ой-ой. Школа цепится. Так, здесь нам попадается... Так, новенький. Это у нас... Сейчас я посмотрю, кто это. Так вот выглядит игрушка. У него в лапке круассанчик. И стаканчик с чем-то вкусненьким. Может быть, это сок. Может быть, кола какая-нибудь или кофе. Такой довольный. Давайте смотреть, кто это. Это у нас... Амурский лемминг. Или лемминг, как правильно. Так. Дальше. Следующее яйцо. Ой-ой-ой. Катилось. Так. Следующее яйцо. 32,2. Так. Здесь нам попадается тоже... У меня такая есть. Это у нас повторочка. Это у нас нерпа. Если я не ошибаюсь. По-моему, нерпа называется. Зверь у нас. Такой вот тоже очаровательный. У него в лапках баночка красной икры. Круг спасательный. На ластах. Приятные игрушечки, конечно. Цена у них высокая. 218 за одно яйцо. Но игрушки прикольные. Хотя, мне кажется, им можно было и пониже цены делать. Все-таки киндер, мне кажется, все равно на уровень лучше. Так. И смотрим. Так. Сейчас укатывается. 32,2. Мне кажется, тут у нас будет повторка. Да, у нас повторка. Я даже отсюда вижу. Это стерх. Открывать его даже не будем. Так. Дальше. 32,2. Мне кажется, тут еще один стерх упадется. Потому что вес абсолютно такой же. Да, еще один стерх. Видите? Повторки пошли, к сожалению. Ай, не укатывайся, пожалуйста. 33,7. Есть шанс на новую игрушку. Да, по-моему, что-то новое. Да. Как нам попадается. А я сейчас посмотрю по вкладушу. Я не помню, кто это. Так, у него вот здесь, за спинкой, как будто ракушка. Краб на голове. А вот это что-то по коричневому, я не пойму. Что это такое? Возможно, он ел шоколадку. Такой вот забавный зверек. Так, это у нас, это у нас калан. Так, дальше. Тридцать один и два. Так, пока не поймут, что это. Да, попадается еще одна повторочка, к сожалению. Так, тридцать четыре и один. По-моему, что-то новое, но я не уверена. Да. Попадается, по-моему, медведь у нас. Вроде бы это мишка. Такой, у него, по-моему, рот перепачканный. Малинку кушает. У него малинка везде. В лукошечке на спинке малинка. На голове малинка. В общем, мишка объелся малиной. Милаш. Так, дальше. Тридцать четыре и один. По-моему, такой же медведь. Да, попался такой же медведь абсолютно. Так. Тридцать пять и два. Здесь у нас тоже повторка. Да, такой мы с вами смотрели сегодня. Еще осталось двоится. Может, что-нибудь повезет на новенькое что-нибудь. Так, тридцать один и шесть. Так, вам повторка. Да, еще одна повторка. Ну и последнее яйцо. Тридцать три ровно. Перемазительные все капсулы. Здесь попадается нам. О, это как раз то, что я хотела. Нам попалась казарка. Казарку я очень хотела. Она очень симпатичная, на мой взгляд. И она изображена у нас на обложке. Такая вот красавица. Очень прикольная. Мне кажется, одна из самых интересных в этой коллекции. Ну, я, конечно, не буду с вами спорить. Кому-то каждому свои игрушки нравятся. Но мне вот, кажется, казарка самая удачная. Так, как она у нас называется? Точно. Краснозобая казарка нам попалась. К сожалению, сегодня серию мы с вами не собрали. Но ничего, буду искать обменом. Буду и так покупать, если кто-то продает повторки. Ну, вот такой у нас сегодня улов получился. Такие вот очаровательные игрушки выпустила, азбука вкуса. Пишите комментарии. Рассказывайте, понравилась ли вам серия, будете ли вы ее собирать. Также подписывайтесь на мой телеграмм. Он будет указан в описании. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.